Так вот, про Вайроу как раз Элиреки напомнил, выскажусь, случилась конференция в Киеве. Полк Астуся Калиновского организовал конференцию «Шлях до Беларуси», где собрал действительно в первый раз основные политические силы. То есть, сам полк, который для белорусов многих является в определенной степени моральным авторитетом, потому что воины этого полка гибнут на поле боя и более 40, наверное, уже к огромному сожалению сложили свои головы. Многие получили государственные награды Украины, кто-то после действительно успешных операций, кто-то даже посмертно, но тем не менее, это люди, которые делом, а не словом доказывают свой моральный авторитет. И вот они собрали, никто не смог им отказать, действительно представительный круг в Киеве. Там был офис Светланы Тихановской, который представлял Лебедько, ну это, конечно, да. Там был объединенный кабинет, который представлял Геннадий Манько. Там был координационный совет, который представлял сам спикер координационного совета Андрей Егоров. Там было представлено Вольная Беларусь и Зянон Станиславович Позняк. Там были представлены киберпартизаны. Там было представлено движение Супротив. В общем, я скажу так, весь спектр действительно был представлен. И состоялся важный диалог. Почему важный? Потому что это диалог боевого крыла с политическим. Вот так у нас получилось, что наши силы разделились на два сейчас направления работы. Одно боевое крыло – это наши доброходники, которые, кстати, мы всегда поддерживали. И всегда старались им помочь. И сейчас помогаем. Они занимаются тем, что на поле боя бьются с российской угрозой поглощения Беларуси, уничтожения Беларуси как независимой страны, восстановления вот этого православного халифата и всего остального. Это боевое крыло. Они сосредоточены в Украине. В основном в полку Костуся-Калиновского, но не только. Есть те, кто не сдружился с руководством этого полка и действуют и в других подразделениях тоже армии Украины. И есть политическое крыло, которое, как вы знаете, очень разнообразно и зачастую недолюбливает друг друга и структурно хаотично. Но, тем не менее, есть у этого крыла лидер Светлана Тихановская, которая занимается дипломатической деятельностью и дипломатическим представительством белорусского народа. Пожалуйста, вот они как бы два направления. И молодцы в полку Костуся-Калиновского, что попытались собрать эти два направления вместе на одной площадке. Это непросто. И дорогого, в общем, стоит, я считаю. Тем не менее, нельзя не сказать, что на конференции случился конфуз. Конфуз, который, конечно же, перекидывает вину друг на друга. Ранак Вечерко заявил, что это вина организаторов. Организаторы заявили, что, ну, в общем, что-то пошло не так. Но все видели, что видели люди своими глазами. Что видели журналисты, что видели те, кто пришел. Значит, несколько месяцев работали над, в общем-то, несложными двумя документами. Каждый из которых меньше одной страницы. Один там меморандум, второй стратегические направления цели. То есть идея была, что хотя бы в общих словах, в общих словах, все белорусские политические субъекты договорятся о неком совместном целеполагании. И подпишут хотя бы документ, поставят подписи о том, что они вместе идут к одной цели. И, конечно, тут начался странный цирк. Я должен сказать, странный цирк, потому что выходит Лебедька, говорит, А я вообще не от офиса. Я подпишусь как великий Лебедька, как депутат независимости. Естественно, они его смотрят как на сумасшедшего, потому что нахрен ты здесь как Лебедька и депутат независимости. Ты здесь нужен как представитель политической силы офиса. Нет, я не имею права. У нас такие документы... Ну, вот начинается вот эта игра. Иван Васильевич меняет профессию, да? Я не могу подписывать исторические документы. Бунша. Вот начинается такая игра. Затем выходит Манько. Та же сценка, та же миниатюра. Вот Иван Васильевич меняет профессию. Я не могу подписывать исторические документы. И так далее. И, естественно, это вызывает определенный шок у аудитории. А в чем тогда смысл конференции? После этого начинается демагогия на тему, что конференция не про это, конференция про то, чтобы поговорить. Можно же действовать вместе, ничего не подписывая. Можно, главное, так сказать, дружба, а не бумажки. Главное, значит, секс, а не брак. И так далее. Ну, хорошо, замечательно. Вот, как бы погрузились они в это. Хотя, мы и так вместе, мы и так действуем, мы и так одна семья. Но, конечно, этим немножечко, как сказать, обесценили. Я мягко скажу. Обесценили. И подготовку к этой конференции, и ее смысл, потому что, ну, вся идея была в символическом действии. И, конечно, ну, как бы, эти бумажки, они важны. Они важны. Но эти бумажки, точнее, эти бумажки, ну, как бы, их важность, там, каждый оценивает свое. Но самое главное было каким-то прямым действием показать единство. Его надо было продемонстрировать чем-то реальным, чем-то, что можно потрогать, к чему можно прикоснуться. Символическое единство. Вот для этого подписываются итоговые документы саммитов. Для этого делаются итоговые протокольные фотографии. Для этого любой серьезный форум заканчивается каким-то символическим жестом, который показывает вот это единство. Вот. Тут это сорвали. И надо дать должное сорвал не полк Костуся Калиновского. Сорвали политическое крыло. Не понимаю, чего они перепугались. Вот правда не понимаю. Я почитал эти документы. Это очень общие слова, на которых там любой бы поставил свою подпись. Просто потому, что это общие слова, которые, ну, не могут иметь никакой, там, серьезной опасности в интерпретации. То ли вот эти политики, они побоялись ставить подпись рядом с военными, чтобы их потом не обвинили, что они поддерживают какие-то военные действия, военную силу. То ли они там хотели, чтобы, может быть, это порядок был какой-то другой подписи. То ли что-то еще. Не знаю. Честно скажу, не знаю. Но сам факт вот такого постыдного поведения, для меня это постыдное поведение. Потому что нельзя терять лицо. Самое главное, ты не должен терять лицо. Ты не должен показывать, ну, как бы, цирк на серьезном мероприятии. Устраивать клоунату на серьезном мероприятии. То есть, что бы ни произошло, задача для всего мира, для Украины, там были депутаты Украины, там были СМИ Украины, для Беларуси демонстрировать единство. Вместо этого, ну, вот, как бы, я не я и хата не моя. Любимая игра беларусы. Тем не менее, сам факт конференции, я оцениваю, сугубо положительно. Я считаю, что такие конференции должны проходить раз в три месяца. Или, ну, максимум раз в полгода. И теперь очередь уже политического крыла проводить такую конференцию. То есть, вот, калиновцы провели следующая, там, через три-шесть месяцев должна быть проведена политическим блоком, где действительно будут собираться и поздняковцы, и все вот эти структуры вокруг Тихановской, и другие политические блогеры, структуры СМИ, для того, чтобы шаг за шагом идти вперед. Рассказ про то, что мы и так работаем, я, мне мало. Мне мало. Учитывая, что результатов работы немного. Давайте будем честны. Общество должно быть вовлечено в эту работу. А для того, чтобы общество было вовлечено в эту работу, мы должны постоянно видеть этих людей вместе. Вместе, дискутирующими, разговаривающими, доносящими свои позиции для общества. Общество будет выбирать, чья позиция более полезна.